Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Porter 2006 года, 2.5 турбодизель, механика, задний привод. Пробег на автомобиле 170 тысяч километров, заменю на нем корпус воздушного фильтра. Сейчас покажу, из-за чего мы это все делаем. В принципе, можно было это все отремонтировать, но неудобно нарезать резьбу, хотя это делается, а другое, там потерялся клапан. Ну, клапан тоже можно было отдельно, но новый он и есть новый. Он не такой дорогой, заказали и меняем. Ну вот видно перемота на скотче, это перемотали мы, здесь снизу клапан. Машина начала рычать, как будто пробила глушитель. Сейчас заведу, сниму скотч и будет слышно, как изменится звук работы. Работает в данный момент пикенько. Вот такой звук появляется. А если добавить газа, звук немножко увеличивается. Здесь стоит резиновый клапан, он оторвался, потерялся. На автомобиле турботаймер стоит, поэтому... Здесь сразу глохнет. Снимаю крышку. Заглох. Вот клапан, про который я говорил. Резьба здесь сорвана, и здесь резьба тоже сорвана. На шпильке. В свое время кто-то перетянул. Фильтр, сам элемент мы пока менять не будем. Время еще не подошло. Через пару тысяч километров замена масла. Уже с маслом поменяем все фильтры, в том числе и воздушные. Откручиваю здесь два болта и один болт сзади. На корпусе сейчас откручу, покажу. Голубкин 12. Также ослабляем вот этих два болта. Здесь у нас прикручен компенсатор. И над компенсатором у нас есть хомут, который тоже надо, воздуховод открутить. Вот у нас воздуховод заборника между кабиной и кузовом. А вот если сзади посмотреть, заглянуть, у нас видно воздуховод подачи на двигатель. Сейчас заборник откручиваем и откручиваем подачу. Полностью хомут не снимаю, ослабляю его. И скидываю. И скидываю. Чтоб не упал. И так же добираюсь удлинителями до второго. Второй хомут ослабил. Ну и откручиваю крепление в переднее. Снимаем эти болты. Все, у нас получается корпус висит только на воздухозаборнике гофри, которая у нас дальняя. Снимаем. Вот пластиковый компенсатор, про который я говорил. Сейчас посмотрим, на новом корпусе он есть или его нет. Вот у нас корпус новый, номер его 28-124-B400. Да, компенсатора здесь нету. Берем, переставляем отсюда. Продолжение следует... и не зря переставляем здесь почему-то в компенсаторе камень присутствует уберем лишних шумов не будет здесь у нас резиновый уплотнитель помою и смажу силиконом перекручиваю обычно силиконовой смазкой резинку из патрубок смажу вставляю смотрю чтоб резинка не соскочила смажу булкой лучше по-другому немножко стоят придется натянуть болтик силиконовой смазкой еще увидел при транспортировке деформировали маленько поправлю всем поправил теперь смазываю резьбы и наживляю яблок Продолжение следует... Ну и все, так же затягиваем снизу. Теперь затягиваем дальний хомут. Затягиваем этот хомут. Вот и все. У нас корпус установлен. Теперь немножко его дунем. Также продул маленько воздушный фильтр. И заказал новые гайки. Двадцать восемь сто двадцать один. Одиннадцать ноль двадцать. Две гайки с резиновыми уплотнительными барашки. Не надо будет уже никаких здесь проставок ставить. И тянуть их там до безобразия тоже не нужно. Резьба немножко подкрашена, гайка легко не залетает. Поэтому немножко первые разы ее придется покрутить. Вот и все. Резиновый уплотнитель на гайке, резиновый уплотнитель на фильтре. Стоит плотно. Берем новую крышку. Двадцать восемь сто сорок семь четыре б ноль ноль один. И также внутри берем вставка такая. Двадцать восемь сто сорок девять сорок четыре б ноль ноль один. Вставка идет с резиновым уплотнителем. Вниз это как, скажем так, типа сепаратора, обделитель. А это вот крышка вот с таким клапаном, который там был утерян. Но этот клапан продается отдельно. Можно заказать. Устанавливаем. И вставляем. Закручиваем. У нас корпус установлен. Хомут дальний затянут. Этот хомут затянут. Крепление два болта сверху. И два болта снизу. Все затянуто. На этом все. Замену корпуса воздушного фильтра я закончил. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...